Какую бы профессию не выбрал гражданин, главное, чтобы он не забывал проявлять человечность. Это относится и строгим стражам порядка, которые могут демонстрировать широту своей души. Обычно добрые дела они совершают тихо, избегая гласности. Фатиме Дауровой удалось чуть приоткрыть эту завесу и познакомиться с двумя стражами правопорядка, которые внесли в свой ежедневник графу «Помощь людям». В гости к своему сослуживцу, коллеге и другу ветеран в войск правопорядка Исмаил Кубанов ходит часто. Их связывает не только тесное сотрудничество двух структур, относящихся к Росгвардии, но и дружба, закрепленная годами службы. Здесь это 1993 год, как раз таки в Карачаевске, проходим первоначальную подготовку. Здесь же вот ветеран правопорядка Кубанов Исмаил. Здесь же ваш покорный слуга. Мы в 92-м году с вами устроились на работу. В 93-м мы прошли первоначальную подготовку. Да, в следующем году у нас будет юбилей. 30 лет службы. Надо отметить. Конечно. Сейчас Исмаил Кубанов возглавляет Совет ветеранов войск правопорядка по Карачаевскому району, а полковник полиции Кирим Богатырев является начальником отдела вневедомственной охраны в Карачаевске. Поводом для сегодняшнего визита старого друга стало особенное событие. От имени Совета ветеранов войск правопорядка по Карачаевске Республике за содействие и помощь ветеранскому организацию войск правопорядка, также в связи с празднованием Дня вневедомственной охраны, награждается полковник полиции Богатырев Кирим Вениаминович медалью за службу России. Эта награда отличается от других, которыми полковник полиции был удостойен ранее за годы службы. Она стала воплощением совместных добрых дел, адресованных нуждающимся людям, сироткам в детдомах, пожилым людям, находящимся на попечении государства. Она вызывает для меня определенную гордость. Тем более, получая от рук председателя Совета ветеранов города Карачаевска. Я хочу выразить еще особую благодарность председателю ветеранов Росгвардии КЧР Кузнецову. Огромное спасибо. Признателем буду делать все, чтобы быть достойным этой награды. Погоны, шевроны, знаки отличия. Каждая деталь – это определенный этап жизни и службы полковника. А какие погоны достались? Самые тяжелые для вас были? Я считаю, что самым тяжелым все-таки были лейтенантские погоны. А почему? Уверен, что мечта любого солдата – стать офицером. Поэтому, будучи солдатом, как и все, я тоже мечтал быть офицером. И моя мечта сбылась. И поэтому вот эти лейтенантские погоны, видите, советским гербом берегу. Они близки мне к сердцу. Берегу, как зеницу ока. Как зеницу ока Керим Богатырев по роду службу бережет и спокойствие граждан. Возглавляя отдел вневедомственной охраны, он всегда стоит на страже правопорядка и охраны. Фатима Дорова, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.